Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Девчонки, как часто вам приходится собираться по утрам в бешеной спешке? Мне, например, каждое утро. И поэтому я искала для себя косметику, которая будет соответствовать некоторым параметрам. Будет быстро наноситься с удобными спонжиками, будет быстро высыхать на лице и будет держаться целый день. Я искала в интернете много разной косметики, слушала бьюти-блогеров и наткнулась на фирму Диваж. И, собственно, решила протестировать. А Диваж кинули мне вызов и сказали, что их косметика наносится быстро и держится весь день. Так что давайте сегодня это и проверим. Устроим тест-драйв косметики Диваж. Так что вот, у меня есть ограниченное количество косметических продуктов, которыми я должна сделать за 5 минут быстрый экспресс-макияж, с которым прохожу целый день и возьму вас с собой. А в конце дня мы с вами подведем итоги, как же продержалась косметика на мне. Давайте я вам покажу, какие продукты у меня есть, а потом приступим. У меня в арсенале всего 6 продуктов. Два из них для лица и остальные для глаз, бровей и губ. Первое, с чего мы начнем, это пудра. Она идет в комплекте с зеркалом и со спонжиком. И это ее несомненный плюс. Далее корректор для области вокруг глаз. Конечно же тушь с кисточкой, которая для меня вообще непривычна. Она с ворсинками, я обычно пользовалась силиконовыми. Также есть румяна в шариках, они тоже уже идут с кисточкой. И некоторые шарики идут как хайлайтер, то есть они беленькие. Также есть акватинт, который наносится и на губы, и на щеки, по вашему желанию. И бровь скульптер, который закрепляет и подкрашивает ваши брови. И так это весь набор, который мне предоставила компания Диваж. Ссылки на все эти продукты я оставлю в описании под видео, потому что вы их можете заказать в интернет-магазине. А также в разных городах есть официальные представители. Загляните к ним, я думаю, вы что-то найдете для себя. Итак, давайте приступим. У меня есть секундомер и резинка для волос, чтобы убрать волосы. Давайте это сейчас и сделаем. Волосы, мне кажется, все девочки убирают, потому что они реально мешают. На старт! Внимание! Марш! Так, сначала нам нужно корректором скрыть мешки под глаза. Так, теперь пудра. Она вот такая, здесь есть уже спонжик, кисти, поэтому никакие не нужны. Давайте приступим к румянам. Так, теперь брови. Просто закрепляем. Ооо, это финиш, девочки, все, это капец. Как думаете, я справлюсь? Мне кажется, что уже нет. Это фейн. Я трачу свое драгоценное время на вот это. Так, теперь глаза, а именно ресницы. Прошло две минуты. Слушайте, какая крутая тушь. У меня прям ресницы, я не знаю, ну раз в два так точно, если не в три увеличим. Смотрите, сразу глаз появился, а, волнуй. А вы открываете рот, когда красите глаза? Я его как-нибудь открываю. Не закрываю. Блин, самое сложное у меня это для глаз. Он направлен еще. Так. Итак, прошло уже 2,50. И нам нужно сделать с вами губы. Это, в принципе, не сложно, потому что я буду использовать тиньки для губ. И он как бы придает очень красивый цвет, но он наносится очень легко. Могу попасть. Итак, я справилась менее чем за 5 минут. Вы понимаете? 3 минуты, 23, 25 секунд. Все, мой макияж готов. Я готова, в принципе, совершать дела. Давайте распустим волосы. Да, я справилась менее чем за 5 минут. Вот у меня на камере 4 минуты 50 секунд. И это с учетом того, что я еще собирала волосы и все вот это делала. Ну, как вам мой макияж? Давайте посмотрим поближе. И это еще с фейлом, который произошел. Смотрите, я все убрала. Вот здесь был фейл. Вот. Мой макияж. Красивые губы, красивые брови. И главное ресницы. Посмотрите, какие крутые. Вау. Очень, да, крутые? И завились, и разделились, и распушились. Очень здорово. Вот. Такой у нас макияж получился за менее чем 5 минут. Мне кажется, это существенно сократит ваше время с утра. Так что, да, давайте теперь проверим этот макияж на стойкость. И встретимся с вами в конце дня. Я обещаю, что не буду поправлять макияж. То есть, ни губы, ни глаза, ни пудру не буду наносить. И покажу вам то, что получится именно вот в конце дня. Нужно ли поправлять будет в школе, в университете. Я вам все расскажу честно. Я только что узнала, что косметика DIVAGE это итальянская косметика. Ну, то есть, на каждой коробочке написано, что это Милан и Италия. Я не знаю, увидите ли вы. Мы сейчас находимся на Садовой улице и едем в университет по делам. Покажу вам немножко центр города и, возможно, покажу университет. Честно, пока что с косметикой все в порядке. Уже она прошла испытание спортзалом, поэтому я вполне довольна. Посмотрим, что будет в конце дня. Из университета я уже все забрала. Сейчас мы поехали за заказом из зоомагазина. Мы приехали в какой-то вот блогопарк Троицкий. Так что сейчас будем забирать для котов штуки всякие. Ну все, заказ мы забрали. Он уже лежит там. Что в коробке я вам покажу, наверное, позже. А пока я хочу сказать, что на камере вам вообще будет хорошо видно, что все в порядке с макияжем. И он держится уже на протяжении 8 часов. 8 часов уже спортзал, университет и различные дела позади. Чуть не упали бы, ребята. Так что да, пока что Димажу я ставлю плюс. Посмотрим, что будет в конце дня. Поверните направо. Продолжение следует... Ну вот и все. А я уже дома. Можно подвести, я думаю, итоги нашего тест-драйва косметики Диваж. Как вы видите, губы точно стерлись. Я думаю, что их не стало уже после спортивного зала. Но, в принципе, думаю, не составит проблем их подкрасить, если что. Потому что тинт очень быстро наносится. Вот, ну а что касается глаз и бровей, в принципе, все на месте, как вы видите. Даже консилеры... Ну, в принципе, вообще все на месте. Поэтому я думаю, что... Рыщ только вот мой обострился, но его не было справа. Вот, так что я думаю, что компанией Диваж я поставлю пятерку из пяти за быстроту нанесения. Потому что я справилась за три минуты вместо пяти. Я также поставлю пятерку компанией Диваж за стойкость. Потому что и спортзал, и университет, и по делам мы успели съездить. Все успело, и прошло где-то около восьми часов. Я думаю, что... Ну, косметику я пока смывать не буду. Но я думаю, что она еще продержится достаточно долго. Так что ссылки все оставлю в описании. Но сейчас иду распаковывать посылку, которая мне пришла.